Потому что действительно сотни пациентов разных возрастов уже были направлены в реабилитационный центр программы Back to Life Consulting в израильскую клинику Phoenix и оттуда возвращались людьми здоровыми, свободными от зависимости. Мы сразу дадим телефон 267-226-63-63. Марина, вы знаете, мы только что когда эти слова произнесли, наверное, так и хочется сказать, звучит это все как сказка. Потому что практически мы все, живя в современном мире, видим, что происходит с людьми, попавшими в наркотическую зависимость. И вот когда речь идет о том, что они возвращаются из клиники Phoenix здоровыми людьми, ну иначе как волшебством, наверное, это и не назовешь. Давайте, может быть, поговорим о том, что это вовсе не сказка, это не преувеличение, это не желаемое задействительное. А именно так происходит на самом деле. Если правильные шаги предпринять, предпринять их вовремя, но, наверное, начать стоит с людей, которые находятся рядом вот с таким зависимым человеком. Будем, наверное, говорить о людях, которых называют родителями, о братьях, сестрах, о самых близких, друзьях. Правильно ли мы это понимаем? Зоя, добрый день. Я на телефоне, там немножко бэкграунд музыка, мне плохо слышно. Добрый день. Мне кажется, что любая проблема... Давайте, может быть, мне немножко рассказать о себе. У нас уже новый наступил год, и, может быть, некоторые радиослушатели, мы давно не были в эфире, не слышали нашей передачи. Меня зовут Марина Пас. Я более 10 лет представляю клинику, которая находится в Израиле. Клиника называется Финикс. Много лет назад в этой клинике лечилась моя дочь. И я, как никто, знаю эту всю проблему от начала и до конца. И начала представлять клинику Финикс уже более 10 лет в Америке, потому что была поражена методами лечения этой клиники, отношением к пациенту. И видела, как просто эти люди, которые попадают в эту клинику, безнадежные, просто возрождаются. И пройдя все круги ада в Америке с нашей реабилитационной системой, где детей пересаживают на методонцы, баксон, выписывают огромное количество психоактивных веществ. Рассказывают им, что им нужны таблетки, ставят диагнозы, байк, холор, польк, хроматик синдром, бордер-лайн, бешканал. Этих детей находят разные причины, почему дети употребляют. И этих детей делают просто фармацевтическими наркоманами, совершенно, ну, калеками. Просто делают еще хуже, чем они пришли на лечение. Они выходят просто инвалидами. И поэтому я хочу до родителей донести месседж, что есть выздоровление. И мы очень много лет в Нью-Йорке помогаем. И сказать, что есть чудо-чудо, конечно. Нет, это больные люди, это больные дети. Они, наверное, может быть, они так родились. Может быть, это генетически. Никто до конца не знает природу зависимости. Но что мы знаем, мы знаем, что эти люди не могут жить в сайте. И берут они какие-то наркотические вещества. Или это кокаин, или это героин, или это алкоголь. Или сейчас фентамин, амфетамин. Разные препараты. У каждого как бы пристрастие к своему препарату для того, чтобы уйти из реального мира. В реальном мире они жить не могут. Они не приспособлены к жизни. Они делают все, чтобы уйти из реальности. И поэтому, когда родители считают, что им ничем не поможешь, или стараются им помочь какими-то своими такими методами, им кажется, что нужно человека устроить на работу, что вот сейчас появилась новая девочка, что сейчас папа ему открыл бизнес, и вот он должен быть занят. И они не понимают, что это люди психически нездоровые. И что их нужно лечить. И без этого никогда человек не останется тресным. Даже если на какое-то время вроде им кажется, что он стал лучше, и он что-то пытается изменить в своей жизни. Но, как они говорят в Израиле, addiction always wins. И пока ты не поймешь, что с тобой происходит, пока ты не начнешь анализировать свои чувства, свое деструктивное мышление, свое поведение, свои недостатки характера, и тебя не научат, как тебе со всем вот этим твоим букетом, который называется addiction, жить трезвым, никогда ты не сможешь быть трезвым, быть нормальным, быть счастливым человеком в ситуации. Ну, я думаю, что вот эти слова, да, в первую очередь, конечно, адресованы родителям. Поэтому человек должен сначала дать возможность кому-то об этом ему сказать. А значит, родители, которые наверняка растеряны в этой ситуации, может быть, перепробовали уже какие-то способы, о которых мы только что сказали, и эти способы не привели к успеху. Родители должны сделать шаг в направлении вашей помощи. 267-226-63-63. Мы еще раз напоминаем, back to life consulting, это Марина Пас, вы можете звонить непосредственно Марине, и дальше как происходит вот этот шаг такой трудный, да, между тем, что для себя поймут сами родители, собственно, они давно уже поняли, что происходит, хотя какие-то поняли, наверное, родители, какие-то еще не осознали, какие-то прячут эту ситуацию от себя. Но вот когда человек, допустим, уже понял, что с его близким происходит то, что происходит, как донести до самого зависимого человека, что у него имеется эта проблема? Люди же склонны отрицать наличие проблемы. Да, это очень хороший вопрос, но, во-первых, начнем с того, что родители поняли. В процентном отношении родители начинают понимать, когда что-то происходит. Или человек попадает в DIY, в полицию, или, не дай бог, какой-то овердоз, или какой-то должен быть вейкоп-хоп, потому что обычно родители сидят, и вот как-то им все время кажется, и, не знаю, мне кажется, что, знаешь, как нету больного ребенка, есть больная семья, и у родителей тоже возбужденная психика, видя ребенка вот в таком вот безумном состоянии, понимая, что они толком что-то делать не могут, мне кажется, что родители тоже перестают видеть проблему, как бы, как она есть, и стараются себя всячески уговорить, что завтра будет лучше. И поэтому, мне кажется, что первый шаг, самый главный шаг, это даже вот в 12-шаговой программе, первый шаг – это признаться, что твой ребенок больной, и ты бессилен перед этой проблемой. И чем быстрее родители начинают понимать это, тем меньше проблем они предохраняют детей от этих всех проблем. Легальных проблем, которые потом очень тяжело решить, решить, и они могут испортить ребенку полностью жизнь. Или, не дай бог, овердоск, где ребенок может или погибнуть, или остаться просто коллегой. Поэтому чем быстрее родители начнут понимать, что они должны обратиться куда-то в профессиональное место, чтобы им помогли, тем больше шансов у ребенка остаться живым и здоровым. Это первое. Второе. Сами вы с этой проблемой не справитесь, потому что люди зависимые, они очень манипулятивные, они знают, как с вами разговаривать. И все эти разговоры заканчиваются или истерикой, или скандалом, или обвинением, что вы во всем виноваты. И никаким результатом эти разговоры не приходят. Поэтому первое, что я рекомендую, это понимать, что у вас есть проблема. Второе. Перестать этой проблемой стесняться. Сейчас это проблема, наверное, в каждой семье или через семью. Если вы возьмете каждую семью, то, наверное, кто-то в семье болен. Может быть, это не сын и не брат, но это какой-то племянник или еще кто-то. Это настолько сейчас массово, это эпидемия. Стесняться этого абсолютно не нужно. И вам нужно обратиться к людям, которые могут вам помочь. Ну, я могу рассказать, чем мы можем помочь. Конечно. Очередной актуальный вопрос. Да, за счет того, что мы столько лет занимаемся этим. И у нас уже просто...